Жители Конаково проголосовали за благоустройство общественных мест. 21 марта десятки жителей приняли участие в рейтинговом голосовании за дизайн проекта, которые начнут свою реализацию уже в этом году. Какая именно территория победила и набрала наибольшее количество голосов, станет известно в конце недели. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в рейтинговом голосовании в Конаково участвуют три проекта. Два по территории привокзальной площади и один по берегу реки Донховка. Авторами дизайна идей выступили активные граждане нашего города Юрий Лылов и художник-скульптор Екатерина Глебова. В каждом варианте предусмотрены парковочные места, пешеходные дорожки, разделение транспортных потоков, а также учтено улучшение архитектурно-художественного облика каждой территории. Те территории, которые набрали наибольшее количество заявок при сформировании вот этих вот, ну, самих территорий. То есть люди подали на них, я помню, что было 18 вроде бы на привокзальную площадь и 8 на Донховку. То есть две территории, набравшие наибольшее количество заявлений от жителей, когда на момент подачи заявок 9 февраля. Вот на основании этого мы сделали вывод, что две территории наиболее интересны жителям, поэтому две территории. Были разработаны дизайн-проекты, перед этим сами были поданы заявки как на участие в творческом конкурсе для их реализации и создания дизайн-проектов. А потом уже третий этап – это само голосование. Голосование проходило в двух пунктах – в городской библиотеке на улице Свободы и в здании администрации города Конаково на первом этаже. Судя по количеству пришедших отдать свой голос за ту или иную территорию, можно было сделать вывод, что люди проявляют большую заинтересованность в благоустройстве города и за развитие общественных пространств. Ездим мы не так часто теперь, а с детьми гулять у меня больше устроит берег реки Донховка. А вы хотели, чтобы облагородили берег реки Донховка? Да, да. За привокзальную площадь тоже вариант А. А я проголосовала за проект благоустройства реки Донховка-Берег. Я считаю, что сейчас место не облагорожено и хотелось бы там увидеть красивый бережок. За проект привокзальной площади под литерой А. Почему? Ну, не знаю, мне показалось, что это более привлекательным проектом. Программа формирования комфортной городской среды действует до 2022 года. Кроме общественных пространств будут отремонтированы дворовые территории. В сумме на повышение уровня комфорта жизни в Конаково планируется направить порядка 10-12 миллионов рублей. Таким образом, очередной день рождения город встретят под знаком создания современной среды для жизни. Финансирование данного объекта, проекта, будет реализовано за счет в основном федеральных средств и в том числе будет участвовать местный бюджет. Какая именно территория победила в рейтинговом голосовании, станет известно до конца недели. До 1 апреля она будет включена в обновленные муниципальные программы благоустройства. К реализации программ муниципалитеты приступят, скорее всего, уже этой весной. Остальные объекты, пользующиеся популярностью жителей, войдут в муниципальные программы благоустройства в последующих годах.